Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые свядомые раскручивают. Президент покинул страну и находится за границей. Вот сегодня 14 число мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли. Сейчас пытаются раскачать трудовые коллективы. Вы, наверное, это хорошо знаете, это хорошо чувствуете. Конечно, трудовые коллективы – это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. И трудно, сложно, но и сейчас непросто. Пускай молодцы строители, у них попрощая ситуация, они все заняты делом, но тем не менее пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначно. Мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать, пожалуйста, вот работа, приходите, работайте. Ну, если человек не хочет работать, ну мы же его на Аркане не затащим, поэтому им просто, людям, коллективам надо объяснить, что если, к примеру, Беларусь-Калия, если они забастуют на два дня, то россияне, конкуренты и канадцы перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Что касается МТЗ, МАЗа там и так далее. Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок. Завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику, россияне тоже перекрестятся. Только надо понимать, что экономика сегодня в мире только-только начинает оживать. Она в пандемию была остановлена. И все борются за эти рынки. Мы никогда не раскрутим свое производство. Никогда. Нас еще в это болото и подтолкнут. Поэтому людям надо это объяснить. Хотите? Бастуйте. Хотите работать? Работайте. Как мне доложили на МАЗе или НТЗ, был пример один. Там 20 человек решили высказать свое мнение. Бросили работу, пошли. Зал производства говорит, хорошо, идите. Идите, ребята. У меня людей хватает. Вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись обратно, пошли на работу. То есть людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их тысячами ходят. Можно просоединиться, походить. Но там денег, если и дадут, то два дня. Два дня там некоторым приплачивают. Мы их знаем и показывали их. Ну, на два дня дадут, а потом что? Поэтому с такой позиции надо подходить к людям. В том числе и строительной отрасли. Потому что, ну, строители – это продвинутый народ, боевитый народ. Ну, им надо открывать глаза, что будет потом. У нас строители постоянно были в болоте. Мы их вытаскивали опять вот уже в который раз за уши. Заказы появились, работа появилась, прирост появился, производство. Работается.